Когда оказываешься в разрывной такой ситуации, с одной стороны, ты видишь котенка и понимаешь, что сейчас, если ты уйдешь, он погибнет на 99%. А с другой стороны, ты знаешь, что там тебя ждет целый коллектив музыкантов, уже давно сидит и ждет именно тебя, и дирижер, и филармонии, которой ты никогда не был, и люди, и тебя ждут с уважением большим, и ты находишься в этом центноте, в разрыве, в таком, то, естественно, здесь срабатывает главное, главное, спасти. А потом будем думать, что делать дальше. Поэтому я его схватил, я его схватил и понес. А там думаю, а там мы с тобой уже разберемся, конечно. Конечно, я знал, что я уже несу гемор с паспортом, со всеми этими документами, что это заграничные, там, ветеринарные все досмотры. Кстати, вы знаете, для меня был шоком, был шоком вот этот вот обвал вот этих лайков, перепостов, которые возник в интернете. Я ведь, у меня прошло уже достаточно много времени, не 10, как я его нашел к тому времени, когда я написал этот пост. Ну, мне было очень достаточно, было мало времени, потому что я приехал, когда я из Кишинева, у меня сразу было только несколько дней, и у меня начались вступительные экзамены. Я руководитель статно-жазового вокала в Академии музыки образцовой. И я как раз приехал, у меня в 14-е прилетело, в 15-е, в 16-е, в 17-е, вот у меня все были вступительные экзамены. Я не мог уже, как говорится, было мало времени. А вот в 21-е или какого там я, у меня был концерт в Ницце, и был с пересадкой в Москве. И у меня было несколько часов в Москве. Вот я тут сел и вспомнил об этой истории всей, и на пересадке в Москве вот эту историю написал. И вот это все обрушилось, неожиданно. То есть я, причем самое смешное, что когда я написал, я это отослал в интернет, а оно не отослалось, потому что там, оказывается, в аэропорту как-то в Москве, это как-то так, там что-то полчаса или час, и после надо опять заходить заодно по новой. И когда я отослал, то, оказывается, я уже был вне интернета. Я подумал, что всю эту статью потерял. И только вечером, когда я уже пришел в Ниццу, там, встречался, уже пришел в отель, в отеле был уже интернет, и я включил, и увидел, что я не потерял, она еще есть. И я так на всякий случай, может, что-то отослется. И я отослал. Это было уже где-то часов в 11 вечера, где-то так. А вот, когда я проснулся, уже был просто какой-то шквал всего. Я был просто в шоке от всего, что это произошло. Доброта, наверное, это свойственное, свойственно, как вам сказать, это свойство, вернее, природное, как голос. Бог дал мне голос, и я же, как говорится, не выбирал, не искал его, это же как бы дается или не дается. Вот доброта дается, вот я считаю, точно так же. Посмотрите, вот есть детей, на детей в песочнице, посмотрите, их еще, говорится, родители не успели еще как бы испортить, воспитать, там все. Один там, извините, дерется, бьет кого-то, там пасечки ломает, а другой что-то строит, кому-то помогает, что-то кого-то гладит. Это, наверное, какая-то все-таки есть внутренняя суть. Потом, где-то, конечно, вмешивается, конечно, воспитание какую-то в эту внутреннюю какую-то генную историю. Можно как-то пригладить, как-то уже пришерстить. Но, в общем-то, доброта – это одна из сутей человека внутренней. Ну, откуда же злые тогда люди берутся? Вот дух-хантеры, которые разбрасывают гадость всякую, попрасывают пули. У Насти Минникова, собака чуть не погибла. Ну, вот дух-хантеры, опять же, это вот дыра в законодательстве, которую, в общем-то, наверное, когда-нибудь, в общем-то, зря руку наше правительство допускает и спускает это на тормоза. Почему? Потому что, в общем-то, кончится все дело плохо. Когда у бабульки какой-то или у какого-то интеллигента убивают собаку, понимаете, это одна история. А если убьет у серьезного человека, понимаете, у воина какого-то, понимаете, или бывшего, там, или нынешнего ФСБшника, который очень любит свою собаку. Ведь найти такого дух-хантера для сейчас вообще никого, не проблема. И будет самосуд, просто убьют человека, и все. А за собаку убить, в общем-то, за любимую собаку, это легко. Я думаю, что человек этот убьет. Понимаете, я вот недавно была история, читал, произошла в Нью-Йорке с одним актером, которого, в общем-то, на которого написали соседи, что он с собакой там мешает им жить. И он был вынужден ее по распоряжению, там, суда американского усыпить. И через какое-то время он написал записку и покончил жизнь самоубийством, потому что сказал, что я не могу себя простить за то, что предал друга. Понимаете, если человек может отобрать у себя жизнь за своего родного такого друга, то что можно говорить, если надо будет убрать жизнь другого человека? В общем-то, вот эта дыра в законодательстве нам, я считаю, ведет к тому, что не могут принять законы об охране животных, который, кстати, в Англии был принят еще в первой четверти XIX века, в 1820 в каком-то лохматом году. То, в общем-то, если принять во внимание нетерпимую суть русской нации, понимаете, вспыльчивую и нетерпимую, то может кончиться это плохо. Потому что будут ловить этих деканторов и просто-напросто устраивать до них самосуд и все. А то, что эти люди, кто эти люди до Хантера, то, конечно, это... Они такие злые. Нет, они не злые, они, конечно, ущербные люди. Они, конечно, ущербные люди, потому что человек, у которого все хорошо в жизни сложилось, он никого не пойдет убивать, понимаете?